Матчи первого этапа первенства и орбита по мини-футболу уже стали захватывающим зрелищем для поклонников этого вида спорта в нашем городе. Но самый накал впереди, ведь уже на следующей неделе стартует финальная серия турнира. Традиционное и самое долгожданное первенство для игроков стартовало 23 декабря. Заявились на участие в нем 11 команд, которые были разделены на две группы и в рамках первого этапа выясняли, кто же достоин бороться за главный кубок турнира. Игра происходила по круговой системе. Мы уже закончили команду МЧС 60, вышли в следующий этап. Также у нас будет два кубка, малый кубок и большой. Мы вышли в финальную часть, сейчас ждем своих соперников. Сложилось удачно, то есть последнюю игру выиграли с хорошим преимуществом. Будем сейчас участвовать в гонке бомбардиров также. Тоже по последней игре получилось все хорошо. В принципе, как всегда, формат у нас новый, интересный. Департамент нашей физической культуры работает над этим, то есть постоянно придумывает что-то новое нам, интересное, приятно играть, что чемпионат постоянно растет. В последней игре этапы МЧС 60 одержали уверенную победу. Со счетом 13-2. Но не всем так легко давались голы. Решающая для команд игра прошла между Антексом и Патриотом. Обе команды были готовы бороться за большой кубок. Но, к сожалению, Антексу повезло меньше. Так что борьбу за плей-офф продолжают Патриоты. Также впервые на зимнем первенстве по мини-футболу заявилась команда Туринск. Ребята показывают довольно неплохие результаты. И доказательство тому их победа на ДСК «Урал» 7-2. Так что гости «Эрбита» входят с сильнейшими командами во второй этап. Турнир получается очень захватывающий. У нас есть интриги, есть очень серьезные матчи. Проходных матчей практически нет. Поэтому зрителям, я думаю, интересно. И организация у нас на хорошем уровне, судейство. И ребята мне понравилось. Все подошли. Мы рассчитывали, что у нас будут явные аутсайдеры и явные лидеры. Но на данный момент такого нет. То есть у нас команды более-менее все борются, все играют. И турнир набирает очень хороший ход. К слову, путь к финалу у всех свой. Например, команда «Олимпийц» обеспечила себе выход в плей-офф заранее. Так что в последнем туре не имело значения, проиграют они или выиграют. Чего не скажешь про котельный центр. Для ребят победа в последнем матче была принципиальна. Потому что в предыдущих играх они не смогли одержать побед. И пришлось побороться за эту игру. Настрой у футболистов был боевой. 3-0 в пользу котельного центра. И теперь команда в числе сильнейших. Кроме уже названных, в эту группу вошел и молочный завод, который также успешно провел матч с МЧС. И одержали победу 8-5. Итоги первого этапа нашего первого круга таковы, что две группы у нас традиционно. В одной группе 6 команд, в другой 5. Команда молочного завода успешно проделала первый этап. Вышла в золотую лигу, где встретятся с командами из другой группы, в том числе и с командами из нашей группы. Еще один этап, где все команды встретятся друг с дружкой. Но болельщикам, кто пропустил игры первого этапа, расстраиваться рано. Со 2 февраля начинается борьба за малые и большие кубки первенства. Финальной серии состоится уже 2, 3 и 4 февраля. Расписание матчей можно уточнить в социальных сетях.